Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Наш сегодняшний вебинар посвящен зарплатной отчетности. Вы видите на заставке тему и наши реквизиты. Электронная почта, телефон и адрес сайта. Вести вебинар буду я, Гардышева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. И хочу немножко обратить ваше внимание на наш сайт. Адрес сайта на титульном листе вы видели. Собственно говоря, если кому-то неудобно, например, время или вы не смогли досмотреть до конца, то через несколько дней мы выкладываем запись вебинара. Выкладываем ее на сайте. Вы видите заставку сайта и вот его адрес. Значит, на закладочке, на первой закладке можно посмотреть сведения о компании и на закладочке материалы размещена информация по записанным вебинарам. То есть вот вы видите меню, которое по этой ссылке открывается. И, соответственно, запись нашей встречи вы можете посмотреть там через несколько дней. Кроме этого, здесь есть достаточно много материалов, которые могут быть вам интересны. То есть, соответственно, и по текущим изменениям законодательства и программ семейства 1С. И, соответственно, всякие вопросы, которые вы можете задать. Если вы задаете вопрос в письменном виде или через электронную почту, то есть в любом удобном для вас формате, у нас будет возможность больше времени уделить ответы на ваш вопрос. И уже этот ответ будет адресный, то есть относительно вашей ситуации, относительно ваших сложностей, которые возникли. Ну и плюс мы можем выполнять любые работы, которые касаются семейства 1С. Это и продажа, и внедрение, и сопровождение, и какие-то доработки. Так что приглашаем вас и на сайт посмотреть, и на нашу сегодняшнюю встречу, соответственно, которая будет выложена в записи. Итак, программа нашего вебинара. Мы поговорим с вами про изменения, которые были в отчетности за третий квартал. Ну, напомним про сроки. Слава Богу, в этом квартале каких-то уж сильных революционных изменений в нашем законодательстве не произошло. Так что, если брать глобально, то отчетность за третий квартал практически такая же, как мы отчитывались за второй. Но есть тонкости, про которые мы с вами сегодня и поговорим. Поговорим про шесть НДФЛ, которые сдаются за основное предприятие, за обособленное. Здесь нужно обращать внимание на коды, которые касаются и отчетного периода, и коды, которые касаются доходов. Поговорим немножко поподробнее про заполнение разделов, что там изменилось, про сдачу отчетности и как исправить ошибки, если отчет уже сдан. Поговорим про штрафные санкции. Здесь были изменения в сторону ужесточения как самих штрафных санкций, так и случаев, когда они могут быть применены. Ну, соответственно, на что при этом обратить внимание. Плюс по зарплате мы отчитываемся с пенсионный фонд ФСС и статистику. Вот про статистику немножко подробнее поговорим. И поговорим про настройки, которые нужно проверить перед тем, как вы будете сдавать отчетность. Почему проверить? Потому что, собственно говоря, настройки, которые касаются этого года, в основном проводились в первом и во втором квартале. То есть в этом плане третий квартал немножко поспокойней, но мы по настройкам еще пройдемся. И некоторые тонкости касательно этих настроек и использования мы тоже сегодня затронем. Итак, что у нас получается по отчетности третьего квартала? Еще пару слов хочу сказать про то, как наш семинар и вебинар сегодня будет построен. То есть мы будем законодательные изменения смотреть с вами по слайдам и будем переключаться на демо версию самой программы ERP. Сейчас я туда переключусь. То есть мы будем вживую, так сказать, смотреть то, о чем я буду рассказывать и про изменения в законодательстве, которые в 1С были реализованы. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Итак, за третий квартал у нас отчитываются практически все предприятия, которые имеют наемных работников. И юрлица, и индивидуальные предприниматели. То есть, соответственно, у нас отчетные формы, которые касаются третьего квартала, это по налогу на доходы физических лиц. То есть, когда компания выступает налоговым агентом. И, соответственно, касается страховых взносов, которые сейчас еще сдаются. Почему я говорю сейчас? Потому что все, наверное, уже слышали про то, что со следующего года будет объединение фондов, то есть объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования. И, соответственно, в связи с этим поменяются и формы отчетов, и адресаты, которым эти отчеты будут подаваться. Ну и второй момент, что вводится дополнительная система налогообложения, точнее, не дополнительная, вводится автоматическая упрощенная система налогообложения, которая имеет очень много общего с тем, что мы применяем сейчас, но по страховым взносам там будут сильные изменения. За третий квартал мы еще отчитываемся по старому, но имейте в виду, что необходимо заранее подготовиться уже к сдаче годовой отчетности, ну и, соответственно, к переходу, если вы будете применять эту систему, к переходу на автоматическую упрощенную систему налогообложения. Точно так же, как и во втором квартале, отчеты можно сдавать в электронном виде и некоторые на бумажных носителях. В каком виде вы имеете право сдавать отчетность, зависит только от того, сколько у вас человек. То есть, если у вас свыше 25 человек, то для вас доступен только электронный формат отчетности. Если меньше, то, соответственно, вы можете сдавать отчеты и на бумаге. То есть, всю отчетность, которую мы сдаем по заработной плате в этом году, можно как бы на четыре категории разделить. То есть, это фискальная отчетность, которую мы подаем в налоговые органы. Отчетность вам в бюджетные фонды. Сохранилось всего только пару отчетов. То есть, мы сдаем ее так же, как и раньше, но сейчас поговорим поподробнее. И обратите внимание, пожалуйста, на статистику. То есть, самый лучший вариант, это зайти на сайт налоговой, на сайт статистики и проверить, как по-вашему ИНН, такая отчетность должна сдаваться вашим предприятиям. То есть, именно адресно. И почему на это нужно обратить внимание? Потому что с этого года статистика применяет штрафные санкции за несдачу или за нарушение сроков составления отчетности. И, соответственно, штрафы достаточно большие. Мы поговорим о них, когда перейдем позже к разным другим штрафам. Но на этом мне хочется акцентировать внимание дополнительно. Ну и мы подаем иные сведения, которые могут быть сформированы в ходе встречной налоговой проверки. Ну, то есть, любыми контролирующими органами. Итак, в налоговую инспекцию мы сдаем отчетность по НДФЛ и по страховым взносам РСВ. Пенсионку мы отчитываемся по численности и стажеработников. Вот на это обратите большое внимание. Потому что сейчас тоже там много изменений. И со следующего года там планируется и отчетность, которая касается численности стажа. И, соответственно, вводятся новые параметры, типа биометрии и так далее. В соцстрах у нас остался один отчет несчастные случаи и профзаболевания. Ну и статистику, как я уже сказала, мы сдаем отчетность об уровне заработка и отраслям, то есть по АКВЭДам, которые вы применяете. Еще раз акцентирую внимание, что зарплатную отчетность сдают все работодатели без исключения. То есть и индивидуальные предприниматели, и юридические лица. Соответственно, только получается, что если у вас, например, больше 16 человек, то будут одни формы отчетности. Если меньше, то другие. Немножко позже мы поговорим обо всех этих форматах. Взнос и расчет по взносам за третий квартал. Ставки не изменились, то есть они составляют 22%. Это в общих случаях. Если ваша компания, например, не является резидентом особой экономической зоны, если у вас нет каких-то других индивидуальных преференций, то есть это общий случай. Предельный размер – это 1 565 000 рублей. До этого момента применяется ставка 22%, затем ставка снижается до 10%. То есть превышение над предельными размерами будет облагаться по другой ставке, так же, как и в предыдущий период. Субъекты, которые входят в реестр малого и среднего предпринимательства, еще с 2020 года, с 1 апреля, платят пенсионные взносы по ставке 10% как в пределах суммы, так и сверх предельной суммы. Сниженная ставка может применяться и к отдельным категориям плательщиков. В зависимости от того, соответственно, какие масштабы деятельности, то есть выручка, численность и так далее. Соответственно, то, что мы сдаем в ФСС, это зависит от вашего индивидуального тарифа, то есть взносы от несчастных случаев, то, что сокращенно аббревиатура НС и ПЗ, это случай, когда размер тарифов регулируется не налоговым кодексом, а регулируется положением закона 125 ФЗ. То есть, соответственно, она зависит от вида осуществляемой деятельности и присвоенным классам риска. То есть в этом случае предприятие должно было до 15 апреля подать справку об подтверждении вида деятельности. И в зависимости от того, какой деятельности у предприятия по ОКВЭД, взносы тоже будут варьироваться. То есть всего у нас существует 32 класса, и ставка будет от 0 до 8,5%. То есть разброс достаточно большой, как вы видите. И, собственно говоря, если вы вдруг не подали такую справку своевременно, то соцстрах возьмет тот код, который максимален из ваших списков ОКВЭД. То есть если вы, например, занимаетесь копировальной деятельностью и строительной деятельностью, ну работаете только как копирайтера, то и не подались подтверждения вида деятельности, то налоговая с вас возьмет, не налоговая, извините, соцстрах с вас возьмет по максимальной ставке. Можно, конечно, это в ходе пьесы изменить, но это потребует дополнительных действий, дополнительных заявлений, справок и так далее. Хочу напомнить, что сейчас существует взаимодействие между ведомствами, то есть, соответственно, и банки, и другие организации подают сведения и в налоговую инспекцию, и в фонды, и в связи с этим можно сдавать теперь отчетность не только по электронным каналам связи, не только на бумажных носителях, можно подавать напрямую в налоговые, в МФЦ. Но если мы подаем напрямую в МФЦ, то у нас просто принимают отчет как бумажку, то есть не производится входная проверка по контрольным соотношениям. И поэтому, в общем-то, вот в таком формате, если вы сдаете сроки, за нарушение сроков у вас штрафов не должно быть, но при проверке вы можете столкнуться с тем, что ваша отчетность будет считаться непредоставленной. Мы про это еще поговорим, про показатели, которые дают право признать вашу отчетность непредоставленной. Ну, как бы это чуть-чуть попозже. Хочу еще обратить ваше внимание, это на изменения, которые коснулись налогообложения физических лиц в случае, если они производят операции по ценным бумагам. То есть, может быть, ваша компания является брокером, в этом случае, соответственно, вы имеете статус налогового агента и должны доход от ценных бумаг обложить налогом. То есть, купонный доход физлиц по операции с ценными бумагами с прошлого года облагается налогом в общем порядке. В этом случае ставка будет составлять либо 13% для резидентов, либо 30% для нерезидентов. То есть, соответственно, это ставки, которые применяются при начислении заработной платы и резидентами, и нерезидентами. Также хочу напомнить еще про один момент, то есть в связи с тем, что в этом году ФСС перешел на прямые выплаты, то есть до этого года прямые выплаты были введены в нескольких регионах, так сказать, пилотный проект, то с этого года уже практически все пособия, которые ФСС выплачивает, касаются только прямых выплат, то есть напрямую для получателя пособия. И электронные больничные листки выставляются только в электронном формате, то есть в бумажном формате сейчас больничные листки не выпускаются. Ну, соответственно, в связи с этим изменения в отчетности больше нет таблицы строк по возмещению пособий ФСС, но это, собственно, информация уже не революционная, к этому уже приспособились, потому что это с начала года действует, так что уже было время и разобраться, просто я делаю на этом акцент, чтобы про это не забывали. С одной стороны, это удобный очень режим, потому что предприятие может в режиме онлайн посмотреть всю информацию ФСС на сайте ФСС, и это напрямую связано с личными кабинетами. Про личные кабинеты мы тоже немножко попозже поговорим поподробнее, посмотрим, какие настройки есть и что можно сделать, ну и какие тонкости с этим связаны. Вы видите, какие отчеты были изменены на экране, поэтому сильно подробно мы останавливаться на этом не будем. Только акцентирую внимание, что для страхователей, которые занимаются аутсорсингом, изменились таблички, то есть сейчас у нас была табличка 1.1, будет табличка 2. И введены сведения о спецоценке, сейчас эта таблица 5, будет разделена на подклассы. И вот в связи со спецоценкой тоже хочу обратить ваше внимание, что нужно проверить актуальные ли сведения у вас по результатам по декларации о спецоценке. Потому что если, например, у вас, ну, какой-то человек уволился, а вместо него приняли нового, то, соответственно, в итоговых сведениях по спецоценке эта информация должна быть актуализирована. Ну, собственно говоря, единственное, так сказать, в этом отношении приятное плюшечка, это то, что если у вас нет информации, то есть вы не используете какие-то режимы, какие-то действия, то заполнять или сдавать пустые формы не нужно. То есть вы заполняете и сдаёте только те формы, которые касаются деятельности, которую ваше предприятие уже ведёт. Ну, небольшой акцент на отчётах 4 ФСС, с начала года там тоже были изменения, и планировалось, что сдавать новую форму нужно было бы за первый квартал этого года, но поскольку приказ был опубликован только 31 мая, поэтому первая отчётность по новой форме нужна была за полугодие. То есть сейчас действует та форма, которую у нас надо было использовать за полугодие. Статистика. Почему я обращала ваше внимание в начале нашей встречи именно на статистику? То есть мы создаём отчётность по труду, направляем его в Росстат. Чем удобно отчитываться в статистику, тем, что вы можете любой формой направить свою отчётность туда. Лучше всего, конечно, в личном кабинете, но это может быть и другие виды, то есть и электронная почта, но любой удобный для вас способ. И хочу обратить ваше внимание на штрафы, которые с этого года статистика с удовольствием и очень методично уже применяют. То есть если вы не вовремя предоставили отчётность или не предоставили вовсе, то вам грозят штрафы до 70 тысяч рублей, если это был первый случай. Если это уже второй или там больше, то, соответственно, штраф удваивается практически и составит 150 тысяч рублей. Это для организации. Плюс к этому ещё будет административный штраф на должностных лиц. В основном сдаётся форма П4НЗ. И это, соответственно, сдаётся до 8 числа месяца следующего за отчётным кварталом. То есть до 8 октября, если вы отчитываетесь по вот этой форме, вы должны будете предоставить туда отчёт. Поскольку 8 число у нас суббота, то, соответственно, срок переносится на 10 октября. А за 4 квартал, поскольку у нас до 9 числа отчётность, 9 это 8 у нас воскресенье, то отчётность переносится до 9 числа. Это уже в следующем году, в 23-м это уже у нас будет 9 января. Если вы отчитываетесь по форме 4НЗ, но, допустим, у вас больше отчисленности, или у вас форма П4, когда у вас численность больше 16 человек, в этом случае отчётность сдаётся ежемесячно. То есть, соответственно, на эти сроки нужно обращать внимание. Следующий момент – это какие льготы, какие вычеты можно использовать при начислении НДФЛ. Поскольку при начислении НДФЛ люди могут воспользоваться разными видами вычетов, то вот на экране вы видите, какие виды вычетов могут применяться по НДФЛ. Стандартные, то есть такие, какие применяются ко всем, без исключения работникам. Это у нас одна, так сказать, группа вычетов. Социальные, то есть социальные вычеты были добавлены в этом году, два новых вида, но эти два новых вида не изменили сумму, которая выделена на социальные вычеты. То есть как было 120 тысяч рублей, так и осталось 120 тысяч рублей, но теперь разбивка на большее количество, так сказать, на большее ассортимент вычетов. Имущественные, то есть если вы приобретали имущество, там или строили дом и так далее. Профессиональные, которые привязаны к профессии, по которой у вас сотрудник выполняет работу. И инвестиционные, то есть всего 5 видов вычетов, которые можно применять при начислении подоходного налога. А вот теперь, собственно говоря, какие это вычеты? То есть у нас есть вычеты на чернобыльцев, это 3 тысячи рублей, на лиц, которые награждены определенными званиями, то есть героев еще Советского Союза и героев Российской Федерации. Те, на тех лиц, кто награжден определенными наградами, то есть Орденом Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов с детства, ну и так далее. То есть перечень вы видите на экране, это статья 218 Налогового кодекса. То есть, соответственно, это пункт 1 и 2 первой части статьи 218. Стандартные налоговые вычеты у нас подразделяются на детей, то есть это детские вычеты на усыновителей и детские вычеты на обычных родителей. То есть обычный вычет на первого ребенка у нас составляет 1400 рублей, на второго 1400 рублей, на третьего и последующих 3000 рублей. То есть, соответственно, на каждого ребенка применяется такой вычет. Если у вас один ребенок, то у вас льгота 1400, если два ребенка, то 2800, если третий ребенок, то на него 3000, и дальше аналогично. Если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, или ему уже не 18 лет, но он является студентом очного отделения учебного заведения, в этом случае до 24 лет, вычеты, размеры вычета, вот тоже видите, какие предоставляются. То есть в этом случае организация как бы немножко экономится за счет этих вычетов. А вот теперь мы с вами проговорим про, ну скажем так, ложку дегтя в новшествах, которые сейчас введены. В прошлом году, с 1 июля, был в налоговом кодексе закреплен перечень оснований, по которым налоговики могут счесть отчетность непредоставленной. Это то, о чем мы с вами немножко раньше поговорили. Соответственно, если налоговики обнаруживают хотя бы одно основание из этого списка, то они останавливают камерами проверку и должны направить налогоплательщику уведомление об отказе в иноприеме. Все очень хорошо, четко оговорим, срок направления уведомления, то есть это 5 рабочих дней со дня выявления соответствующего основания. Ну, это получается срок момента, когда налоговики нашли у вас какой-то прибыль. А вот срок, в течение которого они должны провести проверку вашей отчетности, к сожалению, так четко не оговорим. Поэтому такая проверка может быть произведена и через неделю после выпадачи отчетности, или через две, или через месяц. То есть этот срок не установлен. А вот с того момента, когда у вас обнаружился такой пункт, то, соответственно, тогда срок установлен 5 рабочих дней. Поэтому на самом деле после сдачи отчетности выдохнуть, так сказать, не получится. Нужно быть в напряжении, и отслеживать практически ежедневно всю переписку с налоговыми органами. Поэтому фактически вы не можете быть спокойными до того момента, когда статус данной вами отчетности не изменится на принят. Еще раз вернусь к прошлому слайдику. Собственно говоря, информации по поводу того, какие пункты входят в этот перечень, не очень много. Они во всех нормативных актах звучат. У законодательных комментаторов во многих сайтах это размещено. То есть это сведения, которые касаются недостоверности подписей и, соответственно, данных, которые в регистрационных данных указаны. То есть, если, например, отчетность подписана неуполномоченным лицом, если отчетность подписана лицом, который дисквалифицирован, и на момент подписания отчетности эта дисквалификация еще не отменена, то есть действующая. Если отчетность подписана умершим лицом, если отчетность подписана лицом, у которого обнаружены недостоверные данные про паспорт, например. Вот это очень часто распространенная ситуация, потому что, например, директор либо заключил брак и сменил фамилию, а сведения об этом не подали для регистрации в ЕГРЮ, либо если он сменил паспорт по возрасту, то есть когда положена замена паспорта. То есть все вот эти случаи касаются того, что в ЕГРЮ своевременно не были внесены изменения, которые касаются данных паспорта, либо учредителей, либо лица, которые могут представлять интересы общества без доверенности, то есть директор, генеральный директор и так далее. Вот в этом случае предприятие мало того, что получает уведомление о непринятой отчетности, то есть, соответственно, оно попадает на все штрафы, которые связаны с непредоставлением в нужный срок отчетности, но и получает в ЕГРЮ запись у должностного лица о том, что его данные недостоверны. Вот в этом случае предприятие попадает во все черные списки, которые есть, и, соответственно, для того, чтобы исключить его из этих списков, придется приложить достаточно много усилий, изменить сведения в ЕГРЮ, и потом еще вести переписку со всеми организациями, которые использовали информацию о недостоверности. Еще один момент, который связан с ФСС и с изменениями, которые произошли в прошлом году. В прошлом году, с 1 июля, то есть больше года назад, было изменено пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. То есть, соответственно, человеку на руки выдавалась справка, он ее нес на работу, и организация начисляла ему пособие. Ну, естественно, пособие это выплачивалось после рождения ребенка. Пособие получали все, оно было единовременное и было достаточно небольшое, там порядка 560 рублей, но, соответственно, получали его все, независимо от того, какой доход был у семьи или у мамы. С момента принятия вот этого изменения, это был закон 151, от 151 ФСЗ от 26 мая 2021 года. В этом случае пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности стало ежемесячным, но основное условие было, что эту выплату будут получать только те, у кого средний душевой доход семьи не выше прожиточного минимума по конкретному региону, то есть, где человек обратится за пособием. Ну, естественно, чаще всего это прописка. Пособие теперь равно половине прожиточного минимума, то есть увеличено, ну, практически очень намного. Ну, выплаты будут, соответственно, только в случае, если средний душевой доход семьи будет ниже, чем прожиточный минимум. Если период выплат переходит на следующий календарный год, то пособие пересчитывается с 1 января, исходя из текущей минимума. Ну, то есть, например, женщина встала на учет в сентябре, а родился ребенок, там, например, в следующем году, уже после 1 января, в этом случае пособие будет пересчитано по размеру минимума, действующей уже на следующий год. Теперь изменения по социальным вычетам, про которые мы уже поговорили, когда смотрели вот эту вот табличку. То есть социальные вычеты у нас достаточно сильно изменились. 1 января этого года предоставляется вычет по НДФЛ лицам, которые будут пользоваться физкультурно-здоровительными услугами, то есть фитнес, спортивные секции и так далее. В этом случае размер вычета находится в тех же пределах, что был установлен раньше для всех социальных вычетов, но если вы, например, не пользовались другими вычетами на дорогостоящие лечения, на лекарственные средства, то в этом случае вы можете воспользоваться именно вот таким вот вычетом физкультурно-здоровительные услуги. В принципе, если вы не использовали другие вычеты, то сумма 120 тысяч вполне себе реальная для применения. Кроме этого, с 1 января этого года было много очень поправок в налоговый кодекс и были внесены изменения по учету расходов для прибыли, то есть включены санаторно-курортные путевки для работников соответственно по налогу на прибыль и как условия освобождения от НДФЛ. В этом году у нас разрешено включать расходы компании по приобретению туристических продуктов, то есть туризма и отдыха на территории Российской Федерации. То есть если вы использовали какие-то путевки, которые на территории России, то можно получить размещение, но в этом случае размещение вам будет не как прямая выплата, то есть не от фонда, а через вашу компанию. То есть компания может компенсировать такие расходы, потом включить их в затраты по налогу на прибыль. И санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации. Вот здесь достаточно много изменений, потому что по санаторно-курортному лечению у нас относятся расходы на оплату как самому работнику, так и членам его семьи, то есть самому работнику, его супруге, родителям, детям и подопечным до 18 лет или детям и бывшим подопечным в возрасте до 4 лет, если они учатся на очной форме в аккредитованном образовательном учреждении. то есть расширен состав, кому можно это предоставлять и расширен, так сказать, состав услуг, то есть не только сама путевка, но и расходы на проживание и питание. То есть если, например, вы берете не санаторную путевку, а курсовку, по которой лечебные услуги вам представляет организация, которая относится к санаторному или курортному лечению, а проживаете вы на квартире. То есть соответственно в этом случае и проживание и питание тоже компенсируется. В этом есть, естественно, лимит, то есть никто вам не оплатит проживание в номере люкс в самой дорогой гостинице города, где вы отдыхаете, но 50 тысяч рублей за год на каждого из отдыхающих вы можете использовать. Но при этом есть еще ограничения, то есть расходы на санаторно-курортное лечение, добровольное медстрахование или оплату услуг медработников, которые могут быть приходящие на ваше предприятие, должна быть не больше 6% от фото. Значит, в этом случае, если вы используете такой социальный вычет, то санаторно-курортные путевки, которые приобретались для работников, НДФЛ не облагаются. Перечень тех, на кого освобождение распространено, такой же, как и был на предыдущем слайде, но сюда включены бывшие работники, которые вышли на пенсию или по инвалидности и инвалидов, которые, в общем-то, у вас могут трудиться. При этом от НДФЛ освобождена и полная или частичная компенсация, то есть, когда предприятие не само оплатило по договору стоимость путевок, а когда сотрудник приобрел и принес оправдательные документы об оплате таких расходов. В этом случае организация имеет право ему компенсировать, но соблюдая соответственно уже перечисленные лимиты. Использовать такую льготу можно один раз в год. То есть, если, например, у вас сотрудник пошел в отпуск в марте и ему приобретали путевки в этих пределах или ниже этих пределов и второй раз он пошел у вас уже, например, в сентябре, то в этом случае те затраты, которые в сентябре произошли, вы уже не можете освободить от НДФЛ и соответственно они будут уже идти по полной стоимости за счет собственных средств. Следующий момент, на котором хочу остановить внимание, это по декларации 6 НДФЛ. То есть, даем мы декларацию 4 раза в год, по квартально, сейчас у нас будет декларация за 9 месяцев, которую мы должны будем с вами отправить до конца октября. Соответственно, действует такое же правило, что если срок приходится на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. У нас было изменение, что теперь в отчетность 6 НДФЛ мы включаем из правки 2 НДФЛ, которые раньше были отдельным документом, по которым по концу года сдавался отчет. Сейчас эта справка идет как приложение к 6 НДФЛ, по аналогии с тем, как по отчетности по НДФЛ мы прикладываем книгу счетов фактур, журнал счетов фактур. И собственно информация по справкам 2 НДФЛ теперь дублируется на портале госуслуги, ну соответственно по мере того, как налоговики ее обрабатывают. Для этого ограничен срок не позднее июля следующего года, то есть по факту если предприятие сдало отчетность за прошлый год, за 21, то на госуслугах уже справки должны быть выложены, потому что сейчас у нас уже сентябрь подходит к концу. но если работнику требуется получить справку 2 НДФЛ раньше того, как она будет выложена на госуслугах, в этом случае работник может обратиться в организацию для того, чтобы организация выдала ему справку 2 НДФЛ. Если они уже выложены, то он сайта напрямую может запросить, а если еще нет, то в этом случае компания должна ему предоставить справку, то есть справка 2 НДФЛ практически должна выдаваться предприятием, но обратить внимание нужно на то, что штрих-код этой справки изменился, то есть фактически информация, которая подавалась в справке 2 НДФЛ осталась абсолютно та же самая, то есть сведения об организации, сведения о получателе, доход по месяцам расписанный, ну собственно все практически то же самое, но у нее другой код, поэтому на это обращайте внимание, если к вам обратился сотрудник за такой справкой, то нужно проверить во всех новых релизах эти формы уже есть, если у вас вдруг старый релиз, программы по какой-то причине вы не могли обновить, в этом случае придется использовать любимый Excel. По отчету 6 НДФЛ много тоже опять же комментариев и порядок заполнения 6 НДФЛ описан в приказе налоговиков обращаю еще раз внимание, что изменились строки кодов доходов и расходов и вычетов. Коды допустим выплат мы обязаны указывать в платежных поручениях и они тоже были изменены, на что обращайте внимание. в разделе номер 2 приложение номер 1 к расчету теперь у нас есть такая строка сумма налога на прибыль организации подлежащие зачету. Также в приложение номер 1 добавлены новые коды, то есть коды 14.01 это если получена отдача в аренду жилого недвижимого имущества. 14.02 это уже прочее недвижимое имущество, то есть не обязательно жилое. 20.15 это суточные превышающие 700 рублей в день за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации. Обратите внимание, что у нас вычеты есть на территории Российской Федерации и за рубежом. То есть 20.15 касается только тех вычетов, которые по территории России. То есть вы можете отправить работника в Москву и платить ему, например, 2500 рублей суточных, но из них только 700 будут необлагаемые. И по социальным вычетам, про которые мы с вами немного выше говорили, это код 323, если вы приобретали дорогостоящие лекарственные препараты, и 324, то есть это за медицинские услуги. Вот когда вы будете составлять отчетность, на это нужно обращать внимание, потому что если с этим что-то перепутать, то соответственно либо у вас будет недостоверные данные в отчетности, нужно будет подавать уточненку, либо у вас могут отказать и вычти в этом случае вы можете по налогам попасть. С 2021 года у нас применяется прогрессивная ставка, поскольку в этот период действует так называемый переходный период по УСН, то есть если вы соблюдаете лимиты, которые по упрощенке проведены, то значит соответственно вы платите 6% и 15%. Если вы превысили, то в переходный период вы можете, то есть вы не теряете право на применение упрощенки, но заплатите по повышенной ставке 8% и 20%. И кроме этого у вас получится, что вы должны будете указывать разные КБК. Соответственно вот если вы превысили показатели, не слетайте с упрощенки, но применяете повышенную ставку, вот это и будет переходный период. И соответственно КБК для стандартной ставки, вот вы видите у нас на экране, то есть когда у нас 13% НДФЛ, но если вы превысили, заплатили человеку за год больше, чем 5 миллионов, то в этом случае у вас ставка НДФЛ будет 15% и будет другой КБК для перечисления. Вот здесь нужно сказать, что вот эта вот так сказать прегрессивная шкала, она имеет под собой еще второе дно, поскольку с этого года, с 1 июля этого года введена система налогообложения автоматическая, упрощенная система налогообложения АУСН. И среди ограничений, которые касаются применения этого режима, одно, один из пунктов, что его не имеют права применять компании, которые уплачивают НДФЛ по ставке 15%. То есть если у вас у сотрудников зарплата больше, чем 5 миллионов рублей в год, то в этом случае вы не сможете применять вот эту новую систему. С 1 января этого года еще были изменены коды отчетного периода. На это тоже обратите внимание. То есть коды отчетного периода у нас указываются на титульном листе и соответственно сейчас мы перейдем с вами в демо версию. и выберем регламентированный учет, выберем регламентированные отчеты, при этом мы с вами попадем в журнал данной отчетности. Ну соответственно вот рекламная кампания, которая касается дополнительной обработки 1С отчетность напрямую. Мы ее закроем, поговорим про нее попозже. и соответственно вот возьмем отчетность за полугодие. Вот у нас отчетность и соответственно вот здесь у нас указываются коды. Обратите на это внимание. И видите есть подсказочки. Снова возвращаемся к нашим слайдам. то есть с 1 января этого года если ИП или фермерское хозяйство снято с учета, то в поле отчетный период мы должны будем указать 83 если у нас это отчетность за первый квартал, 84 если за полугодие, 85 если 9 месяцев и 86 это год и коды по месту нахождения, то есть вернемся снова в демо версию по месту нахождения учета. Значит если мы здесь выбираем есть возможность проставить вручную то есть если вы ошиблись при настройках первоначальных и неправильно указали у вас подставляется какой-то другой код то можно при составлении отчетности его подкорректировать ручками и в этом случае у нас будет код 214 по месту нахождения российской организации. Вернемся снова к слайдам и значит для ИП прошу прощения перескочила для ИП в этом случае у нас будет 120 если регистрация идет по месту нахождения то есть если ИП не имеет обособленных подразделений там в других местностях то будет 120 когда ИП подает отчетность по месту ведения деятельности то в этом случае мы используем код 320 если у нас с вами фермерское хозяйство то в этом случае мы указываем код 124 снова вернемся в демо версию как вы видите здесь вот перечень кодов достаточно большой и нужно не забывать контролировать правильную правильный код который выбран для организации иначе тоже может быть отказано в приеме отчетности или отчетность будет распределена на другую налоговую инспекцию соответственно по этой инспекции вы должны будете заплатить указанное начисление а по основной где вы например должны были подать будет стоять что у вас не сданная отчетность и соответственно все причитающиеся по этому поводу штрафы то есть их конечно потом можно это все урегулировать но это потребует сдачи корректировочных отчетов ну и соответственно дополнительные трудозатраты я закрываю это хорочком и снова с вами возвращаемся к слайдам еще на что нужно обратить внимание при подготовке к отчетности за третий квартал то есть начиная с определенных версий компания 1С перестала выпускать информационно-технологическое сопровождение на дисках то есть привычных дисков сейчас не носят и вся информация которая на них содержалась теперь находится в разделе интернет-поддержка и сервисы то есть соответственно зайти посмотреть соответствие вашего релиза и тому который сейчас актуальный вы можете таким образом то есть переходим в демо-версию это мы закроем вот такая пиктограммка у нас на верхней панели перейдя по этой пиктограммке то есть везде где вы видите значок буква и кружочки это сведения в данном меню это сведения о программе и соответственно вверху вы видите какой релиз платформы у вас используется и немножко ниже какой релиз конфигурации у вас используется у меня не самый последний релиз совершенно преднамеренно я сейчас объясню почему то есть одна и та же программа конфигурация 1S ERP у нас сейчас 2.5 то есть мы с вами работаем на релизе 2.5.8 ну и дальше идет номер релиза на ERP 2.4 она уже не поддерживается и на более ранних релизах достаточно сильно изменены и интерфейсы некоторых разделов и соответственно функциональные то есть например на релизе 2.5.7 было объединение ресурсных спецификаций и маршрутных листов соответственно изменилась и настройка и документ который сопровождает операция ну то есть таких изменений было достаточно много и интерфейс что основных настроек что дополнительных разделов тоже достаточно сильно отличается поэтому я в начале нашей встречи говорила о том что нужно следить за актуальностью релиза потому что в старых релизах могут быть использованы уже не действующие формы отчетов а поскольку у нас формы отчетности изменялись и по ФСС и по прибыли и по НДС ну соответственно нужно обращать на это внимание так мы отсюда с вами уйдем и вернемся снова в слайды по настройке мы посмотрим еще чуть-чуть попозже на что хочу обратить ваше внимание что зарплатный блок и конфигурация 1С зарплаты управления персоналом и 1С ИРП практически идентичны единственное различие есть в некоторых функциях ну таких как в зарплате у вас есть возможность подгружать законодательные значения то есть если например у вас вы по какой-то причине не смогли изменить версию а изменились например ставки налога то в этом случае вы можете в зупе использовать загрузку законодательных значений и для этого можно использовать ZIP использовать файлы с сайта 1С здесь вы видите информацию где подробно описан этот формат обратите внимание что это апрель еще 20 года но если у вас такая возникла необходимость вы можете в зупе использовать вот такой режим настройку конкретных показателей в ERP организовано немножко по-другому и такой возможности нет почему я хочу показать вам еще разницу между релизами потому что даже в ERP 2.5 существуют разные разделы где очень наглядно можно посмотреть изменения настроек в первую очередь это касается учетной политики то есть в последних редакциях которые в последних релизах которые есть учетная политика в ERP настраивается вот таким образом то есть интерфейс выглядит вот так идет раздел который настраивается и ссылка изменить соответственно при переходе по этой ссылке мы попадаем в меню где нужно проставить определенные отметки в предыдущих релизах это выглядело немножко не так это выглядело вот таким образом то есть у нас раздел учетная политика был выглядел вернее вот так то есть применяйте не применяйте ну подсказка в чем разница есть и в предыдущих релизах и сейчас и соответственно дальше вот блоки которые нужно было настраивать теперь поговорим про административные санкции то есть если вы не сдали куда-то отчетность то у вас в любом случае оштрафует каждое ведомство то есть и налоговая и ФСС и пенсионный фонд ну в этом случае будут немножко различаться штрафные санкции значит соответственно ну начнем самого мягкого то есть по ФСС у вас будет если вы не предоставили в срок расчет обратите внимание штраф в размере 5% от суммы взносов которые вы должны были за последний квартал заплатить не более 30% но и не менее 1000 рублей то есть если у вас взносы ну небольшое количество сотрудников взносы например составляли там 200-300 рублей то вы считаете от них 5% получаете например 150 рублей но заплатить вы должны будете в любом случае не меньше 1000 то есть ну как бы может и не столько существенно но задержава обидно не несоблюдение страхователем порядка предоставления расчета если вы отчитываетесь электронно в этом случае штраф составит 200 рублей тоже как бы не сильная критичная сумма но опять же достаточно обидно теперь мы с вами переключимся в демо версию и поговорим уже так сказать На наглядных примерах про отчетность и про сервисы, которые его сопровождают. То есть я уже говорила, что это в первую очередь личные кабинеты, потому что в них вы можете видеть наиболее актуальную информацию. Ну и соответственно вот дальнейшая это переписка, сверки с налоговой инспекцией, получение выписок из ЕГРУ и так далее. То есть здесь вы видите меню всех возможных операций по этому разделу. Если мы с вами переходим в регламентированную отчетность, то это же меню мы видим в верхней панели. Вот видите все то же самое. А в табличной части мы видим перечень отчетов и статус. То есть в каком состоянии на данный момент находится ваша отчетность. То есть она может принимать значение в работе, только подготовленная и уже сдано. То есть когда вы ее готовите, еще не отправляли, будет статус подготовлено. Когда вы ее отправили в налоговую инспекцию, статус у нее будет в работе. И уже только когда от налоговой придет ответ, что ваша отчетность принята, поменяется статус на сдано. Или еще хотела пару слов сказать про доработку 1С отчетность. То есть если у вас компания имеет подписку ИТС проф версия, то в этом случае многие сервисы для вас будут бесплатными. То есть например сервис проверка контрагентов. Если у вас ИТС проф, он будет бесплатный. Если ИТС техно, то в этом случае эти сервисы вам будут доступны за дополнительную плату. Но плата достаточно небольшая, потому что например та же самая проверка контрагентов будет стоить на год порядка 4800 рублей. То есть если разделить помесячно, то сумма получается очень дружественная. Точно так же 1С отчетность, дополнительная обработка, это возможность задавать отчетность во все фонды и налоговые, минуя оператора электронной отчетности. То есть в большинстве случаев это ЖБИС, Астрал, Контур. То есть операторы, которым вы выгружаете в файле определенного формата отчетность, они передают это в налоговые органы. Потом через них же идет ответ уже на все ваши отправленные документы. Значит, если мы используем 1С отчетность, то в этом случае звено с оператором отчетности выпадает, и мы работаем напрямую с сайтами налоговых и социальных органов. То есть в этом случае информация попадает быстрее, вы ее всегда видите, не надо запускать дополнительную программу для отчетности. И вы можете напрямую из программы обмениваться письмами, то есть уведомления получать от налоговых органов. А вот уведомление вообще очень важно, потому что это экономит вам те же 2-3 дня, а когда сроки достаточно сжаты, то эти 2-3 дня могут иметь большое значение. И я вам хотела здесь еще напомнить про раздел личные кабинеты. То есть понятно, что EGRU вы получаете текущие вытески через режим настройки. Вы можете посмотреть, что-то добавить, что-то может быть вам не нужно. А вот личные кабинеты, здесь нужно один раз зарегистрировать личный кабинет. Например, налоговая инспекция есть для обычных юрлистов, есть для EPI-стов. То есть, соответственно, когда вы регистрируете на сайте личный кабинет, в этом случае у вас появляется возможность, ну, либо сразу перейти в личный кабинет. Если вдруг у вас, например, вы забыли логин, забыли пароль, забыли, как вас зовут, то можно использовать запись госуслуг. То есть, если вы зарегистрированы на госуслугах, то можно входить и по этому. Либо входить по ключу, если это на съемном носителе. Ну, то есть разными способами. И вы попадаете сразу на сайт налоговых органов. То есть, вы можете посмотреть, юрлистов возьмем, например, есть подсказочки, как зарегистрироваться на сайте. Единственное, на чем хочу акцентировать ваше внимание, что для ФСС может потребоваться в некоторых случаях подать заявление в сам фонд о том, что вы хотите применять дистанционное обслуживание личный кабинет. И вот в ФСС получается, что две регистрации. То есть, первое, это личный кабинет на юрлицо или на ИП. И второе, это личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности. То есть, в этом случае вы видите, когда и кем был выдан больничный листок. То есть, если человек не явился на работу по какой-то причине, вы можете посмотреть, может быть, ему выдан больничный листок, и он просто физически не в состоянии вас каким-то образом уведомить, что он болеет. И опять же, статистика. Хочу обратить внимание на статистику, потому что... Извините, Акела промахнулся, не туда попала. Так, мы отсюда уйдем и вернемся обратно в нашу домоверсию. Значит, по статистике вы должны проверить по вашему ИНН, какие отчеты ваше предприятие обязано сдавать. Потому что кроме распространенных отчетностей, общих для всех, вы можете попасть под выборочные какие-то формы отчетности, которые вы также будете должны сдавать в срок и также будете в случае несдачи иметь штрафные санкции. Снова вернемся к нашим слайдам. К сожалению, время, которое нам выделено на общение, уже истекло. Я хочу вернуться снова на титульный лист для того, чтобы напомнить вам наши контакты. То есть это адрес электронной почты, наш телефон и адрес нашего сайта. Мы будем очень рады оказать вам любую помощь и с настройками, и с переходом с одной конфигурации на другую. И, собственно говоря, любые, весь спектр работы, которые можно производить с 1С. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Спасибо вам за внимание, за выделенное время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова